Итоги минувшей недели и планы на предстоящую. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. С отчетом о проделанной работе выступили руководители силовых ведомств, а также органов местного самоуправления. Более 1700 звонков поступило от жителей Люберец в полицию. За неделю стражами порядка возбуждено 33 уголовных дела. 26 из них раскрыто по горячим следам. Также было 150 ДТП, из них 10 с пострадавшими. Личный состав работает в усиленном варианте в связи с подготовкой к учебному году, в связи с выборами, в связи с дними городов. На минувшей неделе сотрудники пожарной охраны выезжали по сигналу тревоги 47 раз. Участвовали в ликвидации 8 пожаров. Все происшествия обошлись без жертв. В пятницу 30 августа вечером произошел пожар в неэксплуатируемом детском садике по адресу поселок Малавка, Первомайский проезд, дом 1. Деревянный детский сад. Тушили в пятницу, в субботу, практически до воскресенья, почти двое суток. Программа «Мой подъезд» выполнена на 100%. Все 627 объектов, включенных в план этого года, привели в порядок. А капитальный ремонт многоквартирных домов пока продолжается. До 15 сентября подрядчик завершает все 24 МКД перед пробными топками. Кровля, согласно графиков, до 15 октября. Усиленными темпами в Люберцах ремонтируют и дороги. За неделю на территории городского округа заделано 99 ям. Началась подготовка к строительству тротуара на улице Кирова. Ремонт автомобильных дорог завершен в полном объёме. Проведены работы по установке искусственных дорожных неровностей и замене дорожных знаков. На автомобильных дорогах нанесена разметка. На Волковской необходимо убрать строительный мусор. Жители дома 22 на улице Попова просят привести в порядок придомовую территорию. Поступают в жалобы на незаконную парковку грузового транспорта на Преображенской. Эти и многие другие вопросы по поручению Владимира Ружицкого решат в короткие сроки. Луиза Игазарян, Александр Моисеев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.